В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В технопарке Саров пройдет первая всероссийская школа-семинар по математическому моделированию на суперкомпьютерах. Город финансовых знаний в Сарове прошел образовательный интенсив. Плюс серебро в копилку наград. Воспитанник Экара – один из лучших пловцов области. Далее расскажем обо всем подробно. С 5 по 9 декабря Национальный центр физики и математики соберет в технопарке студентов, аспирантов, молодых специалистов и ученых из разных регионов России для участия в первой всероссийской школе-семинарии по математическому моделированию на суперкомпьютерах Экса и Зетофлопсной производительности. Пять дней насыщенной работы, 30 лекций и 10 практических мастер-классов ждут участников первой всероссийской школы-семинара Национального центра физики и математики по математическому моделированию на супер-ЭВМ Экса и Зетофлопсной производительности, которая пройдет в технопарке с 5 по 9 декабря. Одна из ключевых задач проведения таких школ НЦФМ – привлечение к работе талантливых молодых ученых. Если нам удастся привлечь каких-то ребят со стороны, которые приедут на эту школу, послушают, им расскажут о научной программе НЦФМ, им прочитают лекции. Если среди этих ребят появятся те, кто приедут работать в НЦФМ, мы считаем, что мы тем самым решим одну из наших главных задач – создание вот этой молодежной научной среды, которая не только должна будет работать в НЦФМ, она будет строить НЦФМ. В программе НЦФМ есть научный блок. Этот научный блок включает в себя 10 направлений, поскольку центр физики и математики, там есть физические направления, математические. Математика является самой строгой наукой, основой всего нашего логического мышления, основой тех математических моделей, вравнений, которые мы используем. Поэтому, безусловно говоря о новой физике, мы должны говорить и о той поддержке, которую ей дадут современные математические направления. В школе примут участие около 180 студентов, аспирантов и молодых ученых из Новосибирска, Владивостока, Санкт-Петербурга, Москвы, Кемерово, Сочи, Снежинска, Нижнего Новгорода и Сарова. У каждого участника будет возможность представить свой доклад по научной работе и получить консультационную поддержку от ведущих ученых в сфере вычислительных технологий. На мой взгляд, здесь собирается уникальный круг ученых, которые умеют на это смотреть комплексно. И с точки зрения применения, и с точки зрения разработки, и с точки зрения адаптации этого интереса университетов. И очень надеюсь, что это поможет решению тех задач, которые мы ставим. Вот деятельность связана с математическим моделированием, связана с решением сложных задач, когда надо одновременно учитывать. Ну вот очень много разных явлений, процессов. Это вот гидродинамика, газовая динамика, аэродинамика, процессы турбулентности, прочность. Математическое моделирование – одно из десяти научных направлений работы НЦФМ. По каждому проводятся научные школы. Школа по моделированию четвертая в этом году. Ранее здесь работали над изучением физики нейтрино- и астрофизики, физики высоких энергий и ускорительной техники, а также по лазерной физике и лазерным технологиям. Действие ипотечной программы под 7% на квартиры в новостройках в России завершится 31 декабря. Чтобы воспользоваться льготой, осталось совсем немного времени. Программа работает и в Сарове, и пока еще дает возможность приобрести жилье в ипотеку со ставкой 3,4%. Смысла в продлении льготной ипотеки нет, заявили в Минфине. И решили отменить ипотечную программу под 7% на квартиры в новостройках уже 31 декабря. Напомним, программу запустили в 2020 году, как поддержку первичного рынка жилья в условиях ковидных ограничений. Изначально она была рассчитана на несколько месяцев, но власти ее неоднократно продлевали. В Сарове в рамках этой льготы пока еще есть возможность приобрести жилье в ипотеку со ставкой 3,4%. До конца декабря будет действовать специальное предложение от компании Саров Инвест на приобретение квартир и тонхаусов по льготной ставке. Данная ставка распространяется на весь срок кредитования. Ежемесячный платеж благодаря этой ставке будет от 21 тысячи рублей. Всего в России за время действия программы льготной ипотеки под 7% выдано более 700 тысяч кредитов на сумму свыше 2 триллионов рублей. Программа работает лишь до Нового года. Если ипотечные ставки на новостройки сравняются со ставками на вторичное жилье, то значительно вырастет ежемесячный платеж. Так что откладывать с покупкой жилья больше не стоит. Основными банковыми партнерами у нас являются банк ВТБ и Сбербанк. При сумме кредита до 6 миллионов рублей вам потребуется для оформления самого кредита только два документа. Можно сказать точно, что при росте ставок значительно будет и увеличиваться сумма ежемесячного платежа. Подробно по льготной ипотеке вас проконсультируют в офисе продаж компании Саров Инвест. Торговый центр «Атом», пятый этаж, телефон 59917. В КБ-50 продолжается вакцинация взрослого населения против гриппа. Горожане могут привиться препаратами СОВИГРИП и УЛЬТРИКСКВАДРИ. Предварительная запись доступна на портале пациента на сайте skb50.ru и по телефону единой справочной службы 95511. Напоминаем, что вакцинироваться против гриппа и КОВИД-19 можно одновременно. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Лицей номер 15 получит грант как базовая школа Российской академии наук. Один миллион рублей образовательная организация сможет направить на создание условий для развития у ребят исследовательских навыков, творческих способностей и готовности решать нестандартные задачи в области науки и высоких технологий. Как сообщила Ольга Петрова, министр образования и науки Нижегородской области, благодаря гранту в школах появятся новые оборудования, методические материалы, образовательные проекты, которые будут работать на укрепление интеграции школьников в творческие научные коллективы. С РФТИНИ ЯУМИФИ приглашает старшеклассников и их родителей на день открытых дверей. Он пройдет 8 декабря в 18.00. Участникам расскажут о факультетах и поступлении в ВУЗ, проведут экскурсии по институту, лабораториям и кафедрам. Также будущие абитуриенты смогут записаться на подготовительные курсы. Подробности по телефону 3-92-58. В России выпустят учебники о героях России и подвигах участников СВО. Как рассказал директор Российского военно-исторического общества Михаил Мехков, на таких примерах молодежь воспитывается, понимает, за что мы сегодня боремся. Кроме того, в учебниках истории под редакцией Владимира Мединского планируют добавить раздел о причинах спецоперации на Украине. Налоговые уведомления с 2024 года можно будет получать в личном кабинете на госуслугах. Такой законопроект одобрила Госдума. Передача документов, содержащих сведения о налогоплательщике, составляющей налоговую тайну, будет проходить с согласия получателя. Если со временем гражданин передумает получать такие уведомления через госуслуги, он сможет направить в налоговый орган соответствующее уведомление. Город финансовых знаний. В Сарове прошел просветительский лекторий, который организовала администрация совместно с Банком России. В образовательном интенсиве приняли участие студенты, школьники, предприниматели и пенсионеры. Подробности далее. Город финансовых знаний. Цикл познавательных лекций и интерактивных занятий для взрослых и детей из малых городов и районных центров Нижегородской области. Проект Волговятского главного управления Банка России направлен на повышение уровня финансовой грамотности нижегородцев всех возрастов. Проект уже побывал в нескольких населенных пунктах региона. Теперь город финансовых знаний приехал в Саров. Все проекты, то, что направлено на развитие финансовой культуры, на продвижение, углубление знаний в сферу финансовых продуктов и про то, как противостоять рискам мошенничества, вот это наша главная задача, главная задача проекта. Мероприятие началось с открытия выставки Банка России «Петра творения», посвященной 350-летию со дня рождения первого Всероссийского императора. Экспозиция представила гостям серию специальных монет с вехами Петровского периода. В актовом зале перед участниками встречи выступили руководство города, представители Центробанка, Волговятского главного управления Банка России, Министерство финансов Нижегородской области. Сегодня я как раз хотела бы подробно вам немножко рассказать про свою работу, как важно именно быть не только финансово грамотным в личном своем бюджете, но почему нам важно быть грамотными в государственных финансах, как эта взаимосвязь происходит и как мы, граждане, как вы уже сейчас можете непосредственно своим участием влиять на распределение бюджетных средств. В молодежном центре для старшеклассников и студентов специалисты подготовили квиз и интеллектуальные игры по финансовому просвещению. Для младших школьников прошла викторина «Нескучное деньговедение». В этот же день для людей серебряного возраста состоялся лекторий о банковских картах, наличных деньгах и о том, как противостоять мошенникам. К урокам финансовых знаний присоединились и саровские представители малого и среднего бизнеса в Центре поддержки предпринимательства. С той скоростью, с которой сейчас развиваются технологии, финансовые технологии, информационные технологии, мы понимаем, что мы не можем оставаться на месте, наша задача идти вперед. У нас большой пласт молодежи, которая должна получить все необходимые знания для того, чтобы получить свои преимущества в будущем, чтобы быть конкурентными на рынке труда, быть конкурентными просто в жизни. Поэтому я считаю, что и Центробанк России, и Министерство финансов Нижегородской области делают очень нужную для нас работу. После мероприятия Волговятское главное управление Банка России совместно с администрацией Сарова провели круглый стол. Проект «Город финансовых знаний» реализуется при поддержке правительства Нижегородской области. Артем Фролов, пловец спортивной школы «Кар» стал серебряным призером первенства Нижегородской области по плаванию. Соревнования среди юношей 2012 года рождения прошли в Нижнем Новгороде. Саровчанин отлично показал себя на дистанции 100 метров в стиле «Баттерфляй». Артем Фролов плавает с трех лет. В спорт его привела мама – тренер спортивной школы «Икар» Виктория Шалыгина, которая вырастила не одно поколение чемпионов. Напряженные тренировки шесть раз в неделю мальчика не пугают. Для него плавание – лучший способ снять напряжение. Если у тебя, например, тяжелый день, ты пришел по плаву, расслабился, когда ты чувствуешь, что ты набираешься сил. Под руководством Виктории Викторовны Артем уже становился призером и победителем различных городских областных соревнований. В свои десять лет у него третий взрослый разряд. На днях спортсмен вернулся из Нижнего Новгорода с очередной наградой – серебряной медалью первенства Нижегородской области среди мальчиков 2012 года рождения на дистанции 100 метров «Баттерфляй». Всего в соревнованиях приняли участие 30 сборных команд из Нижнего Новгорода и области. Команда «Сарова», в составе которой плыл Артем, стала пятой в общекомандном зачете. Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». До 3 декабря там проходит медовая феерия. Темный гречишный мед с характерным терпким вкусом. Мягкий, тягучий липовый или кремовый дониковый с нотками ванили. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягилей прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта. А дониковый благотворно влияет на нервную систему. На медовой феерии представлены и достаточно редкие сорта. Среди них – каштановый мед. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Нектара она выделяет. Липа – до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречеха выделяет 500-600 килограмм. Доник – 300-500 вот так-то. Это растение медоноса. Если взять вот этот каштан, который не иконский каштан, который растет у нас, а именно там в горах, он стручковый, они его называют, то вот он выделяет около 100-150 килограмм с гектарой. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии, один раз горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства – пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает выбирать мед по вкусу. Я им рекомендую взять, попробовать, а главное, чтобы мед был зрелый, то есть откачанный вовремя, и попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился, значит, что не его мед. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для саровчан доступна акция. Три килограмма свежего цветочного меда можно приобрести всего за одну тысячу рублей. Три килограмма цветочно-липового меда за 1200 рублей. Три килограмма гречишного обойдутся в полторы тысячи, а три килограмма липового стоят всего 1800 рублей. Не пропустите! Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 29 ноября по 3 декабря с 10 до 18.00. Нет возможности прийти – доставим. Телефон – плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА